США готовы обсуждать в России новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3, заявил Байден, отметив, что в обсуждении должен участвовать и Китай. Срок договора СНВ-3 стекает в 26-м году. Почему американский лидер вспомнил о нем сейчас? США готовы обсуждать в России новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3, которая стекает в 26-м году. Об этом в понедельник заявил Джо Байден. Вашингтон надеется на то, что Москва продолжит работу над контролем за ядерными вооружениями, подчеркнул американский лидер, добавив, что даже В разгар холодной войны стороны смогли работать вместе ради обеспечения стратегической стабильности в мире. Байден также отметил, что в обсуждении должен участвовать и Китай, как цитирует государство, обладающее ядерным оружием, комментирует президент Ассоциации Евроатлантического Сотрудничества Татьяна Пархалина. Но его заявление произошло не на пустом месте, оно приурочено к открытию сегодня в Нью-Йорке обзорной конференции договора по нераспространению ядерного оружия дня. Вообще хочу напомнить, что когда Москва договора СНВ-3, который действительно истекает только в 1926 году, является единственным инструментом контроля на сегодняшний день. И на самом деле переговоры эти шли по новой стратегической стабильности, по параметрам нового договора, они шли до 24 февраля. И более того, я вам скажу, что даже после 24 февраля, вот на так называемом втором треке, то есть между экспертами, консультации продолжались. Сейчас администрация показывает, что дверь не закрыта для переговоров по разуженческой повестке. Мне представляется, что это было бы важно и России, иметь такой переговорный трек с американцами. Сейчас подходящее время для обсуждения этой темы, учитывая, так сказать, не очень хорошие отношения двух стран. Были уже заявления некоторых российских политиков, что это самое неподходящее время. Ну, если ждать подходящего времени, то можно его, что называется, не дождаться. Но все-таки, учитывая настроение в Конгрессе, как-то странно пытаться о чем-то договариваться с Москвой, со стороны президента США. Может быть, у него есть какие-то в этом внутриполитические интересы? Мы хорошо знаем, что в ноябре выборы в Конгресс, промежуточные в Конгресс. И по замерам на сегодняшний день, ну, демократическая партия не выигрывает, скажем так. Да, может быть, произойдет что-то необыкновенное. И вне всякого сомнения, что через подобные месседжи, подобные посылы, Байден пытается набрать очки перед выборами. Татьяна Пархарина, президент Ассоциации Евроатлантического Сотрудничества. Срок договора СНВ-3 стекал еще в феврале прошлого года. Для его продления администрация Трампа требовала подключить к соглашению Китай. Кроме того, по мнению экс-главы Белого дома, сделка была выгодна прежде всего России. Но Байден, вступив в конце января в должность президента США, продлил договор. В июне профильный помощник главы Госдепа Мэлори Стюарт заявила, что США хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал России по СНВ-3, а также ввести лимиты на новые типы оружия. Она назвала критически важной задачей включение в рамки контроля тактического ядерного оружия о перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона на фоне обострения их отношений. Президент США завела готовность обсуждать с Москвой договор о контроле над стратегическими вооружениями, который должен прийти на смену СНВ-3, истекающему в 1926 году, а сигналы, которые подают Белый дом, и о том, как к ним относиться. Джо Байден готов поговорить с Россией про СНВ-3, но это не срочно. Президент США завела готовность обсуждать с Москвой договор о контроле над стратегическими вооружениями, который должен прийти на смену СНВ-3, истекающему в 1926 году. России надо показать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями, подчеркнул при этом Байден. Потом, какие сигналы подает Белый Дум и как к ним относиться, в комментарии политолога Георгия Буфты. Оценивая заявление Байдена, следует учитывать контекст, которым оно сделано. Непосредственным адресатом является начинающаяся в Нью-Йорке 10-я конференция по наблюдению за действием договора о нераспространении ядерного оружия, которое проводится раз в 5 лет. В ней принимает участие 191 страна. Именно им адресованы слова Байдена о том, что США продолжат работать над конечной целью мира без ядерного оружия. Как и напоминание о январском заявлении ядерных держав о том, что ядерную войну нельзя выиграть и что ее никогда нельзя вести. Выражение готовности США оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ, сопровождено оговоркой, суть которой в том, что, мол, России еще надо заслужить право быть добросовестным партнером. Но пока она своими действиями на Украине, как выражается Байден, нарушила мир в Европе и посягает на фундаментальные принципы международного порядка. Признаемся, что это так себе по тональности приглашения к диалогу. Вторым адресатом заявления Байдена мог быть американский конгресс, где растут настроения, охватившие уже обе палаты, признать Россию спонсором международного терроризма, что автоматически подразумевает не только новое качество санкций на грани полной изоляции, но и действия США против тех контрагентов из третьих стран, которые сохраняют отношения с таким государством. Белый дом пока не хочет идти на такой шаг, возможно, оставляя его на будущее, скажем, когда к России будут присоединены новые территории. Пока же Байден напоминает, что кроме Украины, России и Америки еще было бы о чем поговорить, и надо, мол, иметь это в виду. Преувеличивать значение слов Байдена в плане того, что, мол, Америка готова возобновить контакты с Россией, помимо переговоров об обмене с заключенными, не стоит. Пока идут военные действия на Украине, представить себе развернутые переговоры по СНВ-3 просто невозможно. Невозможными в настоящий момент считает их и бывший главный переговорщик по вопросам контроля над вооружениями от США, Роуз Геттемюллер, которая сейчас читает лекции в Стэнфорде. В то же время, в недавнем интервью агентству Bloomberg она отметила, что до сих пор еще не отменено взаимное неформальное обязательство США и России не размещать новое ядерное оружие средней и меньшей дальности в Европе. И это, по ее мнению, может стать основой для возобновления действий соответствующего соглашения по РСМД, из которого Америка вышла в 2019 году при Трампе. До начала военных действий на Украине российско-американские консультации по ядерным вооружениям зафиксировали следующие точки соприкосновения. Россия была готова, в принципе, вывести из Европы ракеты, которые, по мнению американцев, нарушают прежний договор по РСМД, речь об Искандерах определенной модификации, переместив их к востоку от Уральских гор с режимом проверки для наблюдения за их развертыванием. Со своей стороны США были готовы рассмотреть возможность полного отказа от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. В рамках переговоров по новому договору по СНВ США хотели бы распространить ограничения на российские нестратегические ядерные боеголовки и принципиально новые системы, такие как гиперзвековое оружие, по которому Америка пока отстает, или ядерные морские вооружения, торпеды с атомным двигателем. Россия, в свою очередь, хотела бы включить в договор ограничения на американские высокоточные обычные ракеты, но также и средства ПРО, размещаемые в Европе и не только. Пока же США разрабатывают план модернизации своей стратегической триады и в целом ядерных вооружений общей стоимостью 1,2 трлн долларов, дабы держать в готовности свой ядерный щит и меч в ближайшие 50 лет. В этом контексте заявление Байдена о готовности оперативно проводить переговоры по СНВ-3, истекающим в 1926 году, совершенно не выглядит проявлением торопливости. Продолжение следует...